Приветствую подписчиков, друзья. Сегодня у меня Xperia M2. Разбитый тач. Сейчас мы с вами его заменим. Выключаем телефон. Хотя можно было не выключать. Сейчас после снятия верхней крышки, все равно будем включать, проверять. Снимаем крышку. 35 евро стоит у нас замена данного тачскрина. Обратите внимание, крышка у Xperia M очень мягкая. Здесь пластик, поэтому сильно не нагревайте. Температуру поставьте 200 градусов. Я думаю хватит. Видите, как он гнется. Поэтому при перегреве будет заметно сжатие пластика. Сильно не нагревайте. Нет в этом необходимости. Снимается она очень легко. Сняли крышку. Все это потом надо будет очистить. Герметик я имею ввиду. Итак, здесь у нас находится разъем тачскрина. Давайте пристегнем новый. Вот так он выглядит. Запечатанный тачскрин. Пластиковый с двух сторон. Подключили тачскрин. Включаем телефон. Загружается телефон. Я пока ставлю на паузу. Итак, загрузился телефон. Давайте проверим тачскрин. Шевеление есть. Нижние кнопки обязательно проверьте. Чаще всего не работают они при нерабочем тачке. Вроде все работает. Можно отключать телефон. Попал. Отключается телефон. Снимаем. Точнее отключаем новый тач. Убираем в сторону. Снимаем 4 винта, которые держат материнку. 4 черных винта. Не одинаковые. На Т5. Отверточка. Еще куда-то один у нас улетел. Вот он. Включаем батарею. Включаем батарею. Вытаскиваем ее аккуратно. Приклеена. Не сильно, но приклеена. Вот здесь, в этой стороне. Вот он. Приклеиваем батарею. Далее соединяем разъемы. Шлейф основной. Верхний разъем. Снимаем термопластик. Проверьте, чтобы не было сим-карты или карты памяти внутри. Вот у нас стоит карта памяти. Вытаскиваем ее. Чтобы она не мешала извлечению. Здесь у нас находится разъем. Обратите внимание. Это можно основной шлейф отодвинуть подальше, чтобы не мешался. Здесь у нас находится разъем дисплея. Вот он. Подключаем его. Вытаскиваем материнку. Приподнимаем нижний левый край. И вот таким вот образом вытаскиваем ее. При этом не забудьте отсоединить коаксиальный кабель. Сделать это нужно было чуть-чуть раньше. Убрали материнку. Далее вытаскиваем антенной модуль. Вот он здесь у нас вместе с верхним динамиком. Под ним находится разъем тачскрина. Итак, включаем фен. Я поставил 350 градусов. Греем. Прогреваем стекло. Снимать будем снизу. Поэтому преимущественно нагревайте нижнюю часть. где-то полминуты. Я думаю этого хватит. Для этих целей у меня всегда под рукой вот такая вот заточенная лопатка. Очень удобно снимать приклеенные тачскрины с ее помощью. Итак, по периметру отклеиваем стекло. Будьте аккуратны, очень тонкий дисплей. Греем вверх. 讃. Снимаем. Вот здесь я немного испачкал, лучше конечно этого избегать, придется вычистить. Так друзья, очищаем поверхность, на которую будет ложиться тачскрин, убираем старый скотч, он уже не годен для использования. Далее по периметру, очищаем полностью поверхность. Сверху. Сверху. Немного мешает дисплей. Сверху. Чищаем как можно лучше. Поверхность чистая. Сейчас я очищу дисплей. То место, где я оставил опечаток небольшой. Удаляем пыль. Итак, друзья, тачскрин у нас проклеенный. Периметр проклеенный, низ проклеенный. Можно добавить для надежности вот сюда вот наверх. Пару полосок такого двустороннего скотча. Пару полосок. Пару полосок. Пару полосок, полосок. Пару полосок. Пару полосок. Легче. Далее, данный дисплей у нас склонен прилипать к тачскрину. Поэтому, в избежание этого, можно добавить на поверхность рамки двусторонний скотч по бокам. Он очень тонкий, до надежности, как говорится. Клейте прямо рамку дисплея. С таким условием, конечно, чтобы он не ложился на обочую поверхность. Продолжение следует... Вставляем тач. Далее, разъем тачскрин опускаем вниз. Вставляем дисплейный антенна Moodle. Затем, вот так. Затем, вот так. Затем, вот так. Затем, вот так. Он не хочет ложиться. Вот в чем проблема. Постоянно об этом забываю. Нужно вытащить заглушку. И после этого уже вставить антенный модуль. И после этого вставляем заглушку. Вставляем материнку. Такая замысловатая конструкция у этого телефона. Очень неудобно вставлять материнку. Я вставляю правый верхний угол. И потом уже... Вот таким вот образом вставили. Не забывайте про разъем дисплейного модуля, который у вас под платой. Сейчас мы его застегнем. Вот он у нас здесь. Давайте его застегнем. Готово. Застегиваем верхний разъем. Термопластик. Далее разъем модуля сим-карты и карты памяти. Коксиальный кабель. Основной шлейф. Закручиваем винты. Давайте сразу поставим батарейку. Проверим. Включаем телефон. Проверим. 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 Металенью. Проверим. Телефон грузится вот такими лёгкими движениями. Запрессуем тачскрин как следует на своё место. Застёгиваем тач. Тупить немного телефон, не загрузился полностью. Всё отлично. Отставим на место карту памяти. Только что мы поменяли с вами Xperia M2 тачскрин. Ядов. Друзья, ну осталось прилепить крышку. Много раз показывал как это всё делается. Снимаете старый скотч. Проклеиваете крышку. Очищаете полностью весь периметр. Вот этот скотч, который остался на антенном модуле, нужно будет немного прогреть. Не будем повторяться за водостойкость. Для восстановления его даст герметичность телефона. Необходимо будет проклеить телефон герметичным скотчем, который вы можете заказать отдельно. Мы этого не делаем. В данном случае проклеиваем обычным скотчем весь периметр. Продолжение следует. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Подписывайтесь на наш канал Всем удачного дня До свидания